68 костюмов и 3 номинации. Формулу сочетания народных мотивов и современной моды отыскали на ежегодном 4-м фестивале «Сибирская этника». В главном зале музея имени Врубеля завершилась формула моды. В стороне от модного события не осталась и наша съемочная группа. Озадаченные лица зрителей объяснимы. Диво-дивное увидишь не каждый день. И сказочных героев чего стоит хозяйка Медной горы. Пока строгая жюри делает пометки, дизайнеры ждут своей очереди. За кулисами атмосфера иная. Чем ближе к подиуму, тем страшнее. Волнуется и Ксения. Девушка приехала из Ханты-Мансийска. На работу в стиле Дикого Запада ушло полтора месяца. С учетом экономической ситуации поиск некоторых материалов становится сложным. Это нестандартный подход, потому что это трикотаж. Это связано на машинке. То есть не искание лоскуты, а на машинке. Не хватает материалов в Омске. Как и хотелось бы больше. Выбора тканей и фурнитуры. Но в целом, если работать с трикотажем, то материалов хватает. Как модель поплывет по подиуму, от названия коллекции не зависит. Исполнить каприз дизайнера для них святая обязанность. У модели Анастасии только на прическу ушло шесть часов. Сколько шпилек в конструкции, никто не считал. Автор работы Алина Шаншина, чтобы придумать образ, пожертвовала сном. Но эффект того стоит. Это славянская этника в стиле козерога в плоти этого животного. На спинке она представлена в самом древнем изображении, которое ее придумали славяне. Это изображалось на платьях женщин и молодых девушек, чтобы они умели содержать свой дом, свой круг. Одна модель, это коллекция, могу продать одну модель. Я не знаю, как одевать, я шила его себе на зиму. Поэтому он очень теплый, модель может подтвердить, мне очень жарко. То есть он с хорошим утеплителем. Это на мою сибирскую зиму в Новосибирске. Чистой этнике в созданных студентами нарядах почти не видно. Сочетание современных силуэтов с народными мотивами дает эффект задержки во времени. Вот и музейный смотритель Ирина, хотя и хранитель классики, но только за. Сочетание старины и современности себя покажет. Новая свара – это всегда приятно, когда пущешь. Так же, как пожилые люди и молодые. Они должны жить вместе, так и здесь. Творчество. Я считаю, что это тоже нужно обязательно выражать в творчестве свою самобласть. Мода бывает чистотворческая, бывает носибельная, которую действительно можно одеть в повседневную жизнь. Приговор моде выносит не зритель, а профессиональные модники. Николай Евенко, Андрей Кузьмин, Антенна 7.